Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие, приветствую вас на моем канале. На YouTube-канале Ирины Чукреевы вы получаете самые яркие астрологические рекомендации, самые крутые астрологические видео, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, но если вы поделитесь, то просто 100500 к любовной сфере тут же прибавится, если что, это шутка, хейтеры, мои дорогие. Сегодня мы будем говорить о совместимости серьезных людей, серьезного знака козерог, и совместимость, и вообще личная жизнь козерогов не самая простая сфера, поэтому у нас сегодня будет такое сложное занятие, но я думаю, что интересно, увлекательно, и почему это видео нужно посмотреть не только козерогам, потому что когда вы знаете информацию про человека, например, своего коллегу, или брата, или свата, то с вами, ему с вами становится легче, а вам с ним становится легче, поэтому знание это сила, именно поэтому я дарю бесплатный курс каждому из вас, ссылочка в шапке профиля, космический астролог, это 5 занятий, которые стоит посмотреть абсолютно каждому. Итак, поехали козероги. Почему козероги и совместимость козерогов, это непростая тема? Давайте сразу же еще раз оговорюсь. Козерог человек и козерог знак зодиака, это два разных, это два разных существа. Мы говорим сегодня про знак зодиака, про типичных представителей с зажженным солнышком, как зажечь солнышко, ссылка там под видео тоже найдете. То есть мы говорим про сам знак, вы можете быть козерогом и не найти себя в этом описании, но не спешите отказываться от астрологии, посмотрите бесплатный курс, потому что даже мои подруги, которые уже знают, естественно, где у них находится луна, и мне говорят о том, что вот знак, они смотрели видео выпуск про свой знак и про знак своей луны. И вот именно эти два видео сложили пазлик, то есть мы не просто знак зодиака, козерог, у нас есть еще луна, у каждого она своя, Венера, Марс, но мы идем по четкой характеристике именно самого знака и логика взаимодействия с разными, с другими знаками зодиака. О, все понял, понял. Мы начинаем с козерога Иовна, козерог Иовин, это классный бизнес, союз, особенно если есть какая-то общая цель. Давайте я еще раз оговорюсь, козерогам личная жизнь не должна быть в приоритете. Услышьте меня все девочки-козероги, блять, мира. Жизнь, личная, любовь, морковь, сопли, слюни не ваш приоритет. Если это ваш приоритет, не удивляйтесь к 36 годам заработать серьезное заболевание, потому что вы проживаете не свою жизнь, не свою жизнь, не со своими приоритетами, не со своими идеалами. Ваши идеалы просраны, обосраны и забыты. Да, это жестко. Поэтому козероги строим личную жизнь только тогда, когда деловая, когда бизнес, жизнь уже как бы кипит или развивается. Именно в этот момент находятся самые лучшие партнеры, именно в этот момент находятся самые лучшие совместимости. И вот если мы представим союз между козерогом и Иовном, то для меня это классный деловой союз, особенно это также хороший любовный союз, если есть какая-то общая цель. И Овин понимает, что козерог рулит. Если козерог не рулит, а Овин пытается рулить, Овин достаточно скорострельный, то есть он делает быстрые забеги. Козерогу иногда ошибается, часто ошибается. Козерогу это может не понравиться, начинаются ссоры. Но если козерог рулит, а Овин согласен, то эта пара на долгие года могут проехать вместе до счастливого, богатого существования. Козерог и телец. Не побоюсь сказать, но вообще в целом с козерогами в отношениях козероге всегда главные. Если вы женщина-козерог, начертавшаяся в ведической хуйты, которая вдохновляет, ну серьезно, я бы вам прям сегодня рекомендовала записаться к эндокринологу, гинекологу, проверить грудь, щитовидку, проверить все, потому что скоро это начнет жестко трещать по швам. Козероги главные всегда и везде. Царь во дворца, царь во дворца. Если вы не согласны, не можете эту власть свою забрать себе, ну у меня для вас плохие новости. Итак, козерог и телец, конечно, козерог главный. И если козерогу это интересно, если телец помогает закрывать какие-то бытовые вопросы, учит уметь отдыхать, учит уметь кайфовать, то, конечно, такая пара может тоже продлиться долгие годы. Но козерогу может, естественно, раздражать медлительность, ленивость телца. Телец в целом должен быть просто влюблен в козерога. Какие у него еще варианты есть? Козерог и близнецы. Козерог и близнецы – пара, но из всех предыдущих, самая сложная. Потому что близнецы плохо управляются вообще кем-либо. То есть они вообще-то не для того были рождены, чтобы ими управляли. Козерог должен управлять. И, соответственно, цели и ценности этого союза трещат по швам. Если вы близнецы, вы с козерогом давно и счастливы, то у вас, скорее всего, очень много Сатурна, очень много козерога. А это узнать можно из бесплатного курса. Ну и, конечно, из большого курса обучения астрологии, лучшего курса обучения в мире. Пройдите по ссылке и узнайте, что это правда. И когда близнец и козерог начинают быть вместе, тут нужно, конечно, очень много терпения с обоих сторон, особенно близнецу, для того, чтобы эту пару сохранить и дальше по жизни провести. Но в целом у них разные задачи, разные цели, ценности. Я бы сказала, больше этой паре нет, чем да. Козерог и рак. Вот пара на все 200% часто появляющаяся в консультационной жизни астролога. Девушек-козерогах с мужчинами-раками, мужчин-раков с девушками-козерогами. Куча! Просто, знаете, вот как будто волна противоположностей соединилась и не знает, что делать, и без астрологии им, конечно, с этим не разобраться. Два противоположных знака. Каждый пришел в эту жизнь научить другого чему-то, если бы еще оба готовы были учиться. Потому что раки, особенно мужчины, часто изгажены, неправильно воспитаны, слишком патриархальны, не могут вообще поверить, что они не главные, они не главные в паре. Ну и тут начинается, тут начинается всеми вот это вот перетягивание каната. Если девушка-козерог схитрит и сдастся, то ей будет плохо по здоровью. Если она не схитрит и не сдастся, то, скорее всего, рак обидится, пойдет страдать и найдет себе другую жертву, которую мучит. Поэтому я бы, конечно, этим союзом сказала жесткое нет. Но если вы хотите сохранить этот союз, и вам он дорог, то, конечно, с помощью астрологии, если каждый из вас пойдет на свои уступки, то эта пара, конечно, может долго существовать. Еще раз повторюсь, очень распространенная пара, очень. Впрочем, ничего нового. Козерог и лев. Ох, это, конечно, две звезды, две каких-то повести. Значит, в чем сложность? Козерог всегда главный. И тут лев, который тоже говорит, а я вам что, насрана? А кто здесь звезда? А кому здесь не надо ножки целовать? И поэтому, конечно, им весело, потому что тут каждый с болтами, каждый с яйцами в этой паре. Козерог все равно главный. Я все-таки пропагандирую это. Лев и козерог. Ну вот вам нельзя просто вот поебаться и разойтись. Обязательно надо вот прям жизнь строить свою. Ну, без зажженного солнца, без солнцезажигающих действий, без прокачки Венеры для девушки, это невозможно. Это мое субъективное астрологическое мнение. Козерог и дева. Вот это, кстати, пара офигенная. Вот эта пара офигенная. Еще раз, козерог главный. Дева сейчас как бы оп. Козерог целеустремленно идет к своей цели. Дева подлатывает бюджет, подлатывает какие-то дела. В целом, пара классная как и для делового союза, так и для рабочего. Единственное, что это пара не про веселье. То есть, если только у вас, у козерога нету много огня, а у девы нету много воздуха, то в целом это достаточно два скучных, занудных типа, которые идут к своей цели и не обращают ни на кого. Возможно, вы знаете таких друзей, которых очень сложно куда-то вытащить, которых очень сложно куда-то, потому что у них как-то, знаете, свой мирок, и они туда вообще категорически никого не пускают. Да, у меня много дел накопилось, нужно кое-что закончить. В другой день я с радостью, черт побери! Козерог и весы. Козерог главный, весы согласны, езжайте в долгую прекрасную, в долгую прекрасную жизнь. Единственное, что, конечно, козерогу нужно быть побережнее, побережнее относиться к весам, побережнее, подружелюбнее, понимать, что они тонкие натуры, нежные натуры, и не своим вот этим вот каменным топором, каменной рукой не разбивать их нежные сердечки. Козерог и скорпион. Вот где, блядь, война. Война, доставайте боеприпасы и смотрите, что происходит. Кто здесь победит? Я, конечно, ставлю на козерога в ближнем бою и на скорпиона в дальнем, на дальнюю дистанцию, потому что это, сука, перехитрит кого угодно, превратится в слабого, вообще абсолютно податливого человека ради своей цели. Но не спешите обольщаться. Если от имени козерога, если я адвокат козерога сейчас, то я бы, конечно, сказала, что не надо вам туда, потому что драматичные скорпионы высосут из вас всю энергию, которую вы должны потратить на развитие и на рост. Если я адвокат скорпиона, я могу сказать, ну что, ну пусть он думает, что он главный, но вы же все равно будете им крутить, как хотите. Понимаете, видите, я могу быть адвокатом любого человека, поэтому приходите ко мне на консультацию, я буду вашим адвокатом. Буду вам все разрешать и рассказывать, как вам надо жить, как нужно управлять другими людьми, если вам это интересно. В общем, этому я как раз и учу на большом курсе обучения астрологии. Соответственно, я бы сказала этой паре, ну, наверное, нет больше, чем да, но это такая заряженная, ядреная, сексуальная, мощная энергия, которая тоже очень для меня пахнет большими деньгами. Козерог и стрелец. Очень сильно проразно, и я бы, если бы я встала на место стрельца, сказала спасибо, но нет, если бы я встала на месте козерога, сказала бы тоже спасибо, но нет, очень весело, очень креативно, для работы, для создания каких-то проектов, да, для какого-то глубокого союза, а все-таки козерогу нужно спокойствие, козерогу нужно, чтобы у него была тихая гавань, козерогу нужно, чтобы у него были тылы закрыты, стрелец не собирается нищие тылы закрывать вообще от слова совсем, ну, и как бы тут начинаются вопросики, товарищи, козероги и козероги. Ну, что, конечно, каждый козерог уникальный, каждый из вас состоит не только из знака зодиака козерог, но и знака луна, Венера, Марс, Меркурий и прочее, потому что один козерог может быть болтливым из-за того, что у него Меркурий болтливый, второй будет более молчаливым, нельзя сказать, что все козероги одинаковые, но если мы берем два целеустремленных охрененных козерога, то давайте подумаем, может быть, вы мне в комментариях напишите, знаете ли вы таких двух деятельных товарищей, которые каждый в своей сфере развивается, но при этом при этом у них получается взаимодействовать вместе, потому что все-таки это два лидера, два лидера в отношениях всегда будут мериться яйцами, всегда будет какая-то конкуренция, все-таки я вижу отношения гармоничные не как постоянную борьбу, а как кайф и удовольствие, и кайф и удовольствие, конечно, у них тоже может быть, но можно найти более приятного и легкого партнера, чем козерог и козерог, поэтому я этой паре скорее говорю нет, козерог и водолей, вот где вот тут оторви и выброси, с одной стороны, в них реально очень много общего, как бы странно это не звучало, что ебанутый гениальный водолей и строгий каменный козерог имеют общие черты, это факт, да ладно, разрешу я сегодня вам быть вместе, будьте вместе, дети мои, особенно только водолеи, пожалуйста, поймите, что рядом с вами маньяк-убийца, если вы собираетесь куда-то от него дергать, собираетесь куда-то, идти налево, пожалуйста, соберите все аргументы за и против, нужен ли вам такой враг, как козерог, который разозлился, я не знаю, страшнее существа в этом мире, поэтому, если вы будете гулять умно, гуляйте, если вы простодыры водолей, то лучше, конечно, с козерогами не связываться. Козерог и рыбонька, козерог и рыбонька прекрасная пара, прекрасная пара, если рыбка, опять же, готова признать, что козерог главный, если рыбка это сознает, если она дает козерогу, то те чувства, ту нежность, ту теплоту, которые у него просто нет, единственное, что страдание для рыбки, козерог не даст ей это в ответ никогда. Ну, то есть, если я стою, опять, адвокатом рыбки, я говорю, ну, серьезно, найди себе рака, найди себе скорпиона, и давайте там чувства друг к другу, гоняйте, гоняйте между собой чувства, гоняйте инсайты, открытия, откровения, козерог никогда не будет с вами говорить о душевном, ну, во всяком случае, он сможет это сделать, но не то, чтобы этому ему очень сильно хотелось, поэтому я все-таки за то, чтобы пары создавались без насилия, и только в гармоничных отношениях рождаются классные, талантливые дети, которых не надо спасать, всех остальных детей я бы, конечно, родителям рекомендовала посмотреть гармоничное развитие ребенка, потому что, ну, это прямо инструкция по применению каждому из ваших детей, ссылочка тоже под видео. Если брать этот союз, то рыбка должна набираться терпения, должна понимать, кто что может сделать, кто что может дать, а кто что дать не может, и, конечно, козерог никогда не даст ей той теплоты, которую она заслуживает, но в целом, если рыбка согласна получать какие-то блага козерожьей, то есть уверенность, стабильность, в этот момент она получает эти эмоции, например, от своих учеников в астрологии, а рыбкам обязательно нужно идти в астрологию, то в целом неплохая, неплохая пара, опять же, с вопросиками и с, если это два осознанных человека. Если вам понравился этот эфир, у нас на самом деле осталась совместимость, знаете кого? Я вам сейчас скажу, потому что я планирую сегодня ее записывать, телецов, близнецов и весов. А что делать совместимость весов, если козерог практически ни с кем не сочетается, весы со всеми сочетаются? Можно, интересно, не делать видео про весов? Напишите мне в комментарии, обязательно лайк, обязательно репосты, в это непростое время мы продолжаем снимать канал, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте уведомления, колокольчик, это почему-то важно для ютюба, а значит важно для меня. Спасибо вам большое за внимание, берегите себя и своих козерогов, обязательно, обязательно пройдите бесплатный курс, чтобы, чтобы не натворить ошибок, потому что с козерогами нужен глаз да глаз. Пока-пока!